Всем привет! Сегодня будем знакомиться с крайне интересным игровым креслом Night Outrider от Бюрократа. А пока я его распаковываю, я попрошу вас подписаться на мой новый канал в Телеграме. Там я выкладываю анонсы новых видео, интересные скидки на Алиэкспрессе и просто общаюсь с подписчиками. Итак, мне приехала версия в очень интересной оранжево-черной расцветке. Сразу отмечу, что в коробке, которая к слову весит 23,5 килограмма, все расфасовано по индивидуальным пакетикам. Например, ножки уложены вместе, но специально разделены сеточками. Чтобы не поцарапать друг друга. Механизм качания типа Top Gun. Он тоже запакован в пупырку для сохранности. У механизма есть блокировка качания и настройка жесткости поружины. Дальше из коробки вынимаем подлокотники. Они с огромным количеством регулировок, но о них чуть позже. Затем извлекаю целый пакет с винтами, шестигранниками и инструкцией. И накладки на боковые механизмы. Что отдельно порадовало, и спинка, и нижняя часть кресла упакованы в индивидуальные тканевые сумки. Так что какой бы опасной ни была доставка, ни с одним элементом кресла ничего не случится. Все доедет в первозданном виде. Начинаю сборку. В комплекте идут два шестигранника, но еще потребуется крестовая отвертка или шуруповерт с крестовой битой. В инструкции достаточно подробно расписана сборка, хотя вот я нашел небольшое несоответствие. Вместо болта под шестигранник нарисован винт под крестовую отвертку. Но если пересчитать все метизы в комплекте, станет понятно, что где используется. В соответствии с инструкцией сначала собираю крестовину. Она металлическая, каждый луч крепится к центральной части двумя винтами. Если использовать шуруповерт, то сборка проходит быстро и легко. Лучи фиксируются очень плотно, нет даже намека на люфт, даже без закручивания винтов. Затем вставляю в крестовину колеса. Это 50-миллиметровые колеса с резинными накладками. То есть они отлично подойдут для ламината и паркета. Потом в крестовину ставим газлифт. Класс не указывается, но заявленная максимальная нагрузка аж 150 кг. Дальше на очереди установка механизма качания на нижнюю подушку. И вот тут выяснилось, что на обшивке снизу нет отверстий для закладных. Поэтому сначала нужно руками нащупать закладные и проделать для них дырки на обшивке. После этого можно прикручивать механизм качания. А вот теперь должен был быть самый сложный этап. Установка боковых механизмов, которые скрепляют нижнюю подушку со спинкой. Но так как тут угол наклона регулируется, то 8 заветных болтов закручиваются очень просто. Они под большой шестигранник, который идет в комплекте. Был бы шуруповерт шестигранный битый, было бы еще проще и веселее. Тут главное не перепутать левые и правые механизмы. Да, это не очень просто, но умудриться можно. Ну и затем ставим декоративные накладки на боковые механизмы, чтобы все было красиво. И можно выдружать кресло на основание. По традиции делаю пару контрольных прыжков. Во мне 90 кг веса напоминаю, так что можете сами оценить качество газлифта и сборки. Теперь пройдемся по настройкам. Снизу большая крутилка отвечает за жесткость механизма качания. Его можно заблокировать. Рычаг находится слева. Для блокировки нужно опустить его вниз. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне от 90 до 150 градусов. По факту же на кресле практически можно лежать. И обратите внимание, что развесовка получается правильная. Я с кресла не падаю. Подлокотники регулируются по высоте. Также они двигаются вперед-назад и поворачиваются вправо и влево. Короче, настройки максимальные. Причем сборка монолитная. Ничего не люфтит. Теперь посмотрим на материалы поближе. Тут используется эко-кожа. А так как у меня веселая расцветка, то черная эко-кожа шикарно сочетается с прикольной контрастной строчкой. Сидушка так и вообще немного дает ретро стилем. За счет больших ромбиков. В общем, смотрится очень прикольно. Подушка под поясницу широкая, но не толстая. Плюс есть небольшая подушка под голову. Разумеется, все это снимается при необходимости. В целом кресло достаточно мягкое. Мне сидится очень комфортно. И признаться честно, подушка под поясницу как будто прям для меня создана. В положении близко к вертикальному, когда я сижу в кресле, оно прям полностью повторяет мою спину. Реально очень удобно сидится. Хотя, конечно, эргономика вещь сугубо индивидуальная. И если есть возможность посидеть в кресле перед покупкой, настоятельно рекомендую это сделать. Какое бы кресло вы не собирались купить. Ну и под конец осталось только рассказать о цене. На момент выхода видео самую низкую цену, которую мне удалось найти, это 21 тысяча рублей. Если вдруг не нравится такая веселая расцветка, есть монолитно-черная версия, но, как по мне, она выглядит скучно. А еще на сайте есть версии с красными и фиолетовыми вставками. Тоже достаточно прикольные. И, кстати, гарантия производителя составляет аж 2 года. И это приятно. На этом у меня все. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забываем оценить его лайком или дизлайком, делиться мнением в комментариях. Подписываемся на YouTube канал и на Telegram. Ну а меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока.